Друзья, здравствуйте. Алексей Гомон меня зовут. Это означает, вы, как всегда, на официальном ютуб-канале Дмитрий Гордон, подполковник генерального штаба армии обороны Израиля, военный эксперт Марк Бобот сегодня с нами. Господин Бобот, здравствуйте. Спасибо, что нашли время. Добрый вечер, Алексей. Все еще желаю победы Украине очень большой. Спасибо. Спасибо вам за вашу поддержку. Вот, кстати, интересный факт. Недавно наткнулся на материал, который был посвящен тому, сколько процентов своего ВВП те или иные страны отправили на поддержку Украины. И вот любопытно, что Соединенные Штаты, например, там аж на 16-м месте, Великобритания на 11-м, а вот ваша родная Литва, например, на 2-м. Там рядом с ней еще Эстония, Латвия. И вот интересно, почему именно вот такие небольшие, да, вроде как страны, такой существенный вклад, ну, да, в соотношении со своим ВВП, конечно, если говорить, внесли в обороноспособность Украина. Как думаете, в чем секрет? Ну, во-первых, вы понимаете, что если это небольшая страна, то все, что они передают, это большой процент. Это раз. Тем более, что вооруженные силы маленьких стран, они не очень большие, конечно же. Это раз. Но я думаю, что из-за своего географического положения тоже они понимают, что победа Украины – это их победа. И я думаю, поэтому они поддерживают так. Я думаю, что и Дания, вот мы слышали, передала системы Украине, и взамен их закупает израильские какие-то системы, то ли ПВО, то ли танки. Но сейчас по-настоящему вся Европа, я имею в виду адекватная Европа, начинает думать о том, как создать, я бы сказал, адекватный ответ российской экспансии по всему миру. И нужно создавать или воссоздавать армии, которые могут воевать на поле боя. Это не только борьба с террором, это не только маленькие гибридные войны. Это настоящие войны, которые должны задействовать большие массы и подразделения, и бронетанковые подразделения, и артиллерия. Вот, в частности, Израиль начинает уже в процессе этой войны перевооружение нашей артиллерии на новые системы, потому что у нас были, я сам начинал свою офицерскую карьеру как офицером в артиллерийском дивизионе. Тогда еще были эти гаубицы М109, самоходные американские орудия, которые были еще со времен Вьетнамской войны. И вот только сейчас армия начинает перевооружаться и принимает в сухопутные подразделения новые системы, новые машины, новые танки и так далее. А параллельно из тех танков, которые вышли из употребления, но они возвращаются в строй, были уже созданы как минимум полноценная бригада на базе МРКВА-3. То есть это прошлая модификация, которая начинала уже выходить. Израиль уже начинал говорить о продаже этих танков в какой-то третьей стране. Но оказывается... Мы в Украине даже тогда, господин Бабот, надеялись, что это может быть Украина. Я тоже надеялся, между прочим, до того момента, когда узнал, что это наоборот Марокко. Оказывается, там в пустыне Сагара эти танки могут показать себя очень прилично. Тем более, что война против таких элементов, как Палисарио, они, конечно же, могут проявить очень себя внушительно. Эти танки МРКВА-3, но в Израиле они исполняют второстепенные функции охраны границ и зачистки после борьбы подразделений первой линии. Так что в Израиле они сегодня, тем более, что после такого фиаско, которое мы видели 7 октября и обнаружения, вы знаете, трофейного вооружения горы, и вооружены противотанковыми системами Хамас очень и очень плотно. Поэтому единственное, что спасает израильские боевые подразделения первой линии, это системы защиты, активные системы защиты наших танков, бронетранспортеров и других машин. Вот вы сказали о перевооружении израильской армии. Я понимаю, что после теракта 7 октября Израиль сделал наверняка определенные выводы, но, по крайней мере, уверен, мы с вами на это надеемся. И вот знаете, Израиль та страна, которая может поделиться секретом, как жить в окружении не просто недружественных стран, а тех стран, у которых чуть ли не в Конституции записано, что их одна из главных целей – это уничтожение вашей страны. Вот недавно, просто почему я эту тему начал, буквально за пару дней до нашего с вами разговора, военный преступник Медведев, бывший президент Российской Федерации, он такую фразу сказал, говорит, уже даже не то, что критикуя украинское правительство, а вообще критикуя саму идею существования независимой Украины. Он говорит, что существование Украины, оно смертельно для самих украинцев. Я говорю о любой, совершенно любой Украине. Наличие самостоятельного государства на исторических российских территориях будет всегда постоянным поводом для возобновления военных действий. Хоть через 10 лет, хоть через 50, конец цитаты. Но, знаете, вот это вот существование какого-то государства на каких-то исконных землях очень напоминает ту риторику, которую обычно мы слышим от тех, кто выступает против существования вообще независимости Израиля, существования как государства. Господин Бобот, как научиться? Дайте секрет расскажите. Как жить в окружении по соседству со странами, которых не просто декларируют ненависть к своему правительству, но и просто они не приемлят сам факт существования независимой вашей страны? Ну, во-первых, конечно же, такое заявление – это бред шизофреника. Вся проблема в том, что вот эти вот маразматики и идиоты сидят на горе оружия, которое может быть задействовано потом по ихнему желанию диктаторскому. Эта страна никому и ничем не подвластна. И самое главное, единственное, что они взяли в наследство от Золотой Орды или от Чингисхана, если хотите, это невероятное желание экспансии, несмотря на то, что у них самих в самой стране огромные территории, незаселенные. И вот это вот, я бы сказал, это такая же болезнь, как болезнь вирусов, которая захватывает тело, уничтожает его и сам подыхает вместе с этим телом. Поэтому я думаю, что именно это такая система, потому что пока это не изменится в ДНК правителей, элиты, если хотите, те, кто думают, что скрепы России в кавычках, это только можем повторить, то, конечно же, необходимо готовиться к этому. Я думаю, что, смотрите, я сегодня у себя в гимназии спрашивал наших, ваших соотечественников из Украины, которые приехали последние два года, молодые ребята, молодые дети, 16, 17, 15 лет, которые приехали в Израиль в последние два года. Я спрашивал, сколько войн по-настоящему вел Израиль, начиная с 1948 года. Вы не поверите, и многие пробовали отгадать, но это 16 больших войн или больших операций, то есть на уровне войн. И вот представляете себе, примерно каждые 4-5 лет у нас война. Из них две абсолютно провальные. Ну, в одной мы провалились вначале, а потом победили, это в 73-м году. А вторая вот мы провалили 7 октября, и мы продолжаем воевать уже более 100 дней. Напомню, что это одна из самых длительных войн в Израиле. За мной Майдан, за мной Крещатик, главная улица Киева, столицы независимой Украины, которая воюет за свободу с путинской фашистской Россией. Все самые свежие новости Украины и мира, а еще профессионализм, патриотизм и совесть. Телеграм-канал Дмитрий Гордон. Вы еще не с нами? Немедленно подпишитесь и будете знать все. Весь козырь в Израиле Это просто единственный факт, что мы не можем проиграть. Я думаю, что таким врагом, как у вас, вы тоже не можете проиграть. Потому что проигрыш – это смертельно. То же самое в Израиле. Если мы проиграем сейчас Хамасу и Хизбале, то не факт, что через пять лет будет государство Израиль как таковое. Потому что у нас нет ни территории, ни ресурсов, кроме человеческих ресурсов, на которые мы можем, как бы, там территория, можно отойти, можно что-то сделать. У нас этого всего нет. И особенно сейчас, когда практически боевые действия идут на всех трех фронтах. И в Центральном, хотя там, как бы, немножко менее активные. На Севере вот сейчас поднимается эскалация. Так, что даже наши все политики, генералы заявляют о том, что вероятность начала больших боевых действий, то есть начала большой войны на Севере, она очень высокая. И, конечно же, на юге, там проблема не заканчивается. Слушайте, если мы думали вначале, как бы самые смелые прогнозы разведки говорили о 400 километрах подземных туннелей, сегодня говорят о 1200, говорят о тысячах, тысячах штолен и туннелей, говорят о том, что там целые подземные узлы города. Между прочим, вчера или позавчера даже были показаны заводы, подземные заводы. Мы говорили всегда, что там завод один. Какой один? Оказывается, они строили, они перетягивали под землей через египетскую границу огромные токарные станки, огромные ресурсы, инфраструктуры для создания заводов. Вы знаете, эти заводы вчера были взорваны, там тоже проблема. Во-первых, они очень глубоко залегают, во-вторых, они многоэтажные. И, конечно же, необходимо очень много взрывчатки. Зачастую пользуют то, что мы находим как трофейное вооружение, мины, снаряды, ракеты и так далее. Это все вкладывается, закладываются там заряды инженерными войсками, и потом это все взрывается. И мы еще не, по мнению специалистов, не дошли до половины даже уничтожения этих туннелей, потому что это идет очень медленно. То есть на севере Газы начинают возвращаться мирные в кавычках или не в кавычках люди. Вот эти мирные люди, между ними идут террористы. Поэтому в последние два дня у нас снова обстрелы, ракетные обстрелы юга и с территории уже как бы зачищенные. Территории, которые вышли оттуда ударные подразделения Израиля, в частности 162-я бронетанковая дивизия, и передала эти территории подразделениям второй линии, подразделениям территориальной дивизии ГАЗа. Ну у нас так это называется. Так что и снова нужно возвращаться на рейдовые действия. Необходимо уничтожать цели, которые появляются постоянно. Несмотря ни на что там погибают еще наши бойцы, хотя уже как бы территория зачищенная. И естественно параллельно идут боевые действия полномасштабные на юге сектора Газы, Хань Юнес, Рафиах. Точечные удары, хотя Рафиах почти не подвержен действию Израиля. Там, скорее всего, сосредоточено большое количество, последняя большая бригада Хамаса. И, конечно же, проблема коридора Филадельфии, который проходит параллельно границей Египта и Газы. И все имеющие хоть маломальское понятие о ситуации, говорят, что если Израиль не прекратит трафик, контрабандный трафик под египетской границей, ничего не изменится. То есть там же находятся и пополнения, допустим, добровольцы, которые находятся в Синае, которые были несколько лет назад частью ячеек ИГИЛ. И, конечно же, контрабанда вооружения и наркотиков, и всего, чего хотите. И параллельно с этим продолжается наркотрафик через Синайскую границу с Израилем. Прямо в Неге, вот несколько дней назад был бой, наше пограничное подразделение, армейское подразделение, между прочим, смешанное женско-мужское, называется Каракаль. Каракаль – это большой такой дикий кот, как рысь. И вот это подразделение провело очень успешный бой с 21 контрабандистом, которые пробовали провести огромное количество наркотиков. Некоторые из них были поражены. И это все продолжается как бы постоянно. Нет прекращения. Тут работа идет 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Так что, и, конечно же, над всем этим реет огромная проблема наших заложников. 136 наших заложников, которые находятся в Газе. Многие из них, по данным Израиля, не находятся в живых и держатся трупы. Мы, конечно же, не знаем. У нас нет полной информации о заложниках, где и как. Но мы понимаем, что они сосредоточены в тех же бункерах, в которых находятся главари Хамаса. Все те же люди, про которых мы говорим с начала войны. Это Ихе Синуар, это Мухаммад Синуар, его брат, это Мухаммад Деф, это Иса, начальник генштаба, в кавычках, Хамаса и другие видные деятели. Очень многих Израиль уничтожил с начала боевых действий, но все еще сама система продолжает действовать. Тем более, что по указанию мира, нашего хорошего и мирного мира, Израиль продолжает поставлять туда питание, медикаменты, топливо, воду. И все необходимое для того, чтобы Хамас мог продолжать быть в этих туннелях, держать в заложниках свою страну, газу и продолжать боевые действия. Напомню, что нет никакой разницы между Хамасом и газой. Это страна террора, это газа. Это точно так же, как страна, которая ведет боевые действия. Только сегодня были опубликованы, представляете себе, документы, официальные документы Хамаса, военное крыло которого, Хамаса, требует от Министерства образования Хамаса же, чтобы они отпустили учителей на свою главную службу в войсках Хамаса, в подразделениях Хамаса, и не забывали, что они являются и военными, то есть военными, ну, с ихней стороны, конечно, и военными боевиками так же. И они требуют от Министерства образования Хамаса дать им более гибкий график работы в школе. То есть, вы понимаете, это примерно то же самое, что мой учитель получает чрезвычайную повестку, и идет в резерв, так же, как и все жители Израиля. Поэтому разделять этого учителя от боевика Хамаса абсолютно невозможно, абсолютно нецелесообразно, и это даже идет вразрез с международным законом. В тот момент, когда человек берет в руки оружие, он становится инсургентом, комбатантом, военным, боевиком, как хотите, но он абсолютный враг, и это нужно понимать. Хотя снова Израиль заведомо не стреляет в мирные локации, но из этих же мирных локаций летят в Израиль ракеты. Вот с такой ситуацией мы сегодня работаем, работаем, живем. Напомню, что уже четвертый месяц ракеты продолжают лететь. 300 тысяч плюс-минус жителей Израиля, они эвакуированы, ну, по-настоящему эвакуированы, так же, как жители Газы эвакуированы со своего места, так же, как в Израиле все южные поселения, все северные поселения, и на севере также продолжаются боевые действия. Эта ситуация еще, я же даже про хуситов не сказал ни слова, А давайте мы господин Бобот еще о хуситах сегодня поговорим. Да, по ситуации на Ближнем Востоке я планировал еще к ней вернуться. Друзья, кстати, вы ваши слова поддержки народу Израиля оставляйте в комментариях. Я знаю, нас смотрит много из вашей страны господин Бобот, и вообще у многих наших зрителей есть там родственники и друзья, поэтому, ребята, слова это меньшее, что мы можем сейчас сделать, не стесняйтесь. Друзья, в том числе благодаря интернет-магазину Гордоншоп мы уже закупили для фронта около ста дронов DJI Mavic 3FlyMore Combo. Которые уже крушат и громят русских фашистов. Интернет-магазин Гордоншоп – это все связанное со мной. И мои книжки, и конфеты птичьего молока Гордон в шоколаде, и носки, и зефир Гордон, и черный шоколад, и вот такие кружки, и вот такие шарфики Береги Кадык, и даже вот такие подушки. Много чего, что связано со мной. Приходите в Гордоншоп, покупайте мой мерч и приближайте победу Украины. Вот о мирном мире, да, извините за тавтологию, о хорошем мире, который все время к чему-то принуждает, пытается умиротворить агрессоров, хотел дальше поговорить. Значит, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба дал интервью и рассказал, что во время переговоров с Россией после полномасштабного вторжения, там, в начале, весной, говорит, я сидел напротив Лаврова, слушал его, и все, что мне хотелось, это ударить его. Вот такая цитата, говорит, самые сложные переговоры – это те, где собеседнику хочется встать и заехать по лицу, но ты не можешь себе этого позволить. Конец цитаты. И да, мы понимаем, дипломатия – дело тонкое, однако вот тут ударить, да, как бы заехать по лицу, это же можно рассматривать как бы и фигурально тоже. Вот Зеленский во время своего выступления на Международном экономическом форуме четко заявил, наш враг, даже не вот Россия конкретно, да, он сосредоточился на Путине. Говорит, Путин украл у мира как минимум 13 лет стабильности. Путин – это хищник, который не любит замороженную еду, ну, то есть замороженные конфликты его не устраивают. Все, что нужно, как бы главный призыв был – встать и все вместе дать Путину по морде. Однако, несмотря на то, что аплодисментами встречали это выступление, все равно мы видим, что до сих пор как бы вот Запад не может, даже вот те, кто декларирует свою полную поддержку Украине, победа и так далее, не может встать и дать Путину по морде. Как вы считаете, вот каким может быть этот переломный момент и будет ли он вообще, то есть, да, когда наши партнеры, допустим, которые понимают всю угрозу, которая исходит от военного преступника Путина, встанут действительно и так или иначе дадут ему по морде? Ну, я надеюсь, что это все-таки будет. Хотя мне кажется, что все равно Украина победит быстрее, чем кто-либо в какой-то стране, в какой-то Европе. Тот же Макрон, у которого 10 миллионов, 8 миллионов, 9 миллионов мусульман, исламистки настроенных, не все, конечно, но очень многие эмигранты, которые поддерживают по-настоящему исламский мир, которые желают захватить эти территории. Я не думаю, что какая, ну, будут поддерживать. Элиты понимают, что победа Украины – это победа Европы. Я надеюсь, что и в Играиле будет переломный момент. Но снова я не верю, что это будет Биби, потому что Биби не умеет принимать вообще никаких решений. Мы сейчас видим, что есть у нас очень большие проблемы в нашем военном кабинете. К сожалению, это тоже нужно константировать. Несмотря на то, что идет война, есть там свои инсинуации, особенно политического толка. Особенно напомню, что правительство Израиля сегодня – это ультраправое крыло. И в правительстве военном, в правительстве единства зашла там более центральная правая партия такая, центристская. И вот идут постоянные дебаты и конфликты. Биби понимает, что после войны его база начинает сдавать позиции. Но все это мы откладываем и откладываем для того, чтобы все-таки что-то достигнуть в этой войне. Господин Бабот, извините, тут просто вспомнили Нетаньяху. Он ведь не раз заявлял, что останется на посту премьера до конца войны в Израиле. А теперь он заявляет, что не собирается уходить с поста до конца 2024 года. Это что, означает, что премьер Израиля считает, что война продлится минимум до конца этого года? Многие говорят, что если... Во-первых, я напомню, что Израиль действует очень медленно и очень осторожно. У нас большие потери для Израиля, вообще неприемлемые, начиная с 7 октября. И поэтому каждый погибший наш боец – это гибель мира. И поэтому сейчас, да, идут точечные удары, рейды, которые сопровождаются или не сопровождаются, они начинаются с ударом ВВС и именно для того, чтобы сохранить как можно больше жизней. Но все равно погибшие есть и это продолжается. И снова мы же не достигли тех целей, которые объявил глава правительства. Ни уничтожение Хамаса, ни освобождение заложников. Я вам дам небольшой скуп. Вы, конечно же, все в Украине знаете 2014 год. Когда я сегодня занимался, готовил... Вдруг я обратил внимание, что была очень большая операция как раз несколько месяцев после захвата Россией территории Украины, там Крым и Донбасс. Оказывается, в 2014 году тоже была своего рода война в Газе. И снова, я уверен, это будет найдено. Я уже слышал определенные моменты. Я не могу это подтвердить пока документально. Но есть абсолютная связь между Россией и Хамасом. Мы это знаем. И без сомнения, вот эта практика... Кто-то в разведке должен был на это обратить внимание. Это отвлечение внимания от действий России, пиратских действий России, от России на Ближний Восток. Так что эту практику, которую я думаю, что все-таки архитекторы Лубянки это провели, то же самое. То есть война в Украине в какой-то момент она заходит в такую стадию, которая не очень приятна Путину. И тут же они ищут, что и как переключить внимание мира с этой войны на Ближний Восток. А Ближний Восток это нефть, это друзья, это не другие, это враги, это ислам, это идеология. И поэтому как бы все разворачиваются сюда. Тем более, что мы сами видим, что тут и Америка замешана больше, чем может быть в другом месте. И, конечно же, Иран. Но посмотрите, то, что происходит сегодня в мире. Если ты уничтожаешь Иран, если, я и говорю образно, уничтожаешь его агрессию, даже, конечно же, государство никто не будет уничтожать, как государство или народ. Но вот именно политическую волю этих аятол, если ты это уничтожишь, то как карточные домики складываются, Хизбалла, исламские шиитские милиции в Сирии, в Ираке, хуситы. В общем, весь этот шиитский полумесяц, который как бы был горячим сном Касама Сулеймайни, вдруг он исчезает, потому что Иран прекращает подпитку этих милиций, этих террористов. Тем более, что США объявила уже фуситов тоже террористами. И все равно действуют не очень активно на этом направлении, хотя это абсолютные пиратские акты, которые необходимо прекратить, но прекратить капитально. Как это прекратить капитально? Только действием в Иране или против Ирана. Без этого это не прекратится, потому что... Ну вот видите, господин Бобот, ну а не то, вот Запад опять-таки, США и Соединенное Королевство начали атаки по Йемену. Все понимают, что это прокси Ирана. Все понимают, что так или иначе от этого выгоду получает и Российская Федерация. Ну, цены на нефть, например, подскочили сразу же, да, это выгодно. Но при этом, при всем точечно, вот эти симптомы союзники вроде как пытаются ликвидировать, но корень проблемы, они все равно оставляют нетронутыми, что в ситуации на Ближнем Востоке, что в ситуации в Европе, то есть войны России против Украины. Абсолютно верно. Тем более я вам сейчас дам пример из Израиля, что Израиль говорит про Хизбалу. То есть смотрите, были атакованы радарные станции хуситов, которые, скорее всего, обслуживаются не очень хуситами, а инструкторами, которые поддерживаются с более северной стороны, из Ирана. Там же находятся два иранских корабля, которые дают то, что называется морскую картину. Потому что для того, чтобы в море атаковать цель, необходимо изучить картину морскую. Это корабль, который передает по морской системе GMDSS, это обязательная система на всех гражданских судах, Global Marine Safety Distress System. Вот эта система передает постоянно данные, то есть ID корабля. Эти иранские корабли, конечно, это принимают, потому что это передается в открытый эфир, для того, чтобы можно было потом спасти этот корабль, если есть какая-то ситуация, ситуация, в которой нуждается помощь, нужна помощь. И, естественно, это фактор страховки, без этого нет страховки и так далее. Так вот, эти корабли передают эту картину на наземные станции хуситов. И хуситы уже по радиолокационным координатам посылают свои дроны, ракеты, или баллистические, или противокорабельные. Так вот, и США даже, или коалиция, если хотите, даже не атакует эти корабли, хотя точно известно из радиоэлектронной разведки, что эти корабли, да, глаза хуситов на море. Поэтому, к сожалению, такие действия, они, с одной стороны, США не хочет, может быть, начинать большую войну с хуситами, потому что победить их, это очень большой вопрос, если там коалиция в течение десятков лет со Саудовской Арабией, с странами Арабского залива Персидского не смогли победить хуситов, то как они вдруг победят, тем более, что наземных действий не предвидится. Но, естественно, еще очень много рычагов влияния на хуситов в Йемене. Это можно поддержать, допустим, с суннитов Йемена, можно, как бы, использовать точечное уничтожение главарей, хуситов. Я думаю, что в какой-то момент они бы и прекратили свои пиратские действия, потопить те корабли, которые там мешают, уничтожить военно-морские, военно-воздушные базы. Это все можно сделать, только не хватает, как бы, решения, силы воли, если хотите. Вот, знаете, очень приятно было увидеть, что Израиль впервые присоединился в Давосе к обсуждению украинской формулы мира президента Украины Владимира Зеленского. До этого Израиль приглашали, но представители вашей страны никогда не присутствовали. Теперь, вот, мне кажется, что Израиль сделал определенные выводы после того, как Россия поддержала Палестину и Хамас после террористического акта 7 октября. Теперь вот Россия, значит, возмущается ударами союзников по террористам в Йемене. Мне кажется, что Израиль определенные выводы сделал, и вот этот шаг, да, принять участие в обсуждении формулы мира Украины без участия России, да, то есть, соответственно, ты поддерживаешь, получается, как ни крути, план, тот, который предлагает Киев. Это тоже определенный шаг, скажем так, в сторону, дальше от России, потому что раньше, я думаю, вы же тоже согласитесь, что у того же Нетаньяху были, ну, скажем так, если не дружеские, то, по крайней мере, он пытался наладить довольно дружеские отношения с Путиным. Ну, как поддержать страну? Я вам дам пример. Вот у меня горит дом, а рядом у меня стоит сосед, а рядом с его домом стоят ведра с нефтью или с керосином, которыми он поджег мой дом. Как я могу этого человека поддержать? То есть то же самое здесь. Я не знаю, может быть, мне дадут сфотографировать все-таки, я вам перешлю. Я на некоторых базах на юге, там в различных базах, где я был, там горы оружия, ну, буквально невероятно. Многие там, те, кто считают это, подсчитывают, во-первых, огромное количество уничтожено, но то, что есть сейчас, то, что вывезено из газа, то, что найдено, это может вооружить как минимум две или три полноценные бригады. Там столько Калашниковых и Гурьяновых, и Драгуновых, и различных систем и модификаций, и те же джипы Тойота, которые были вывезены, найдены, и все, все это вместе составляет огромное. А про противотанковую номенклатуру, противотанковую Хамаса, вообще нечего говорить, это от РПГ старинных модификаций до новейших. Между прочим, Северная Корея там присутствует как производитель, и Иран, и Россия, и СССР даже, и даже сама газа. Так что, там очень много вооружений, это абсолютно понятно, кто их вооружал, неважно как. Есть же в мировых договорах, договорах, тоже понятие, как end user. Ты продаешь оружие, ты должен определить четко, кому оно может быть поставлено, кому не может и так далее. Поэтому Россия вообще кладет с присвистом, извините за выражение, на все дипломатические законы, все, что как бы в мире законно, для России это не писано. Поэтому, да, мы все понимаем, что этот режим, это абсолютно людоедский, народ понимает, большинство израильских политиков это понимает сейчас тоже, а Биби может быть и не будет так резко говорить, как я, потому что все-таки он, может быть, еще не желает полностью прервать какие-то нити или страх, который тоже в израильских политиках заложен с момента, когда Сталин поставлял оружие Израиля и так помогал, такие друзья были хорошие, но тоже только исходя из своих каких-то интересов, а не из-за того, что кто-то хотел помогать Израилю или евреям победить в войне за независимость. Но потом они отплатились со столицей Израилю, тем более, что Израиль воевал и с Советским Союзом тоже. Война за истощение до 70-го года шла, это было чистое участие СССР против Израиля. Израиль победил. Поэтому я думаю, что и тут победа не за горами. Победа не за горами и в Украине, и в Израиле. Прекрасный финал, господин Бобот. Напоследок только хотелось бы еще вспомнить новое издание, новый выпуск журнала The Time. Там авторы называют 10 глобальных вызовов, которые стоят перед нашим миром в 2024 году. И вот любопытно, что на втором и третьем месте там как раз Ближний Восток и Украина, расширение боевых действий вследствие нынешних войн на Ближнем Востоке и в Украине. Как вы считаете, я понимаю, что задача этих аналитиков самые пессимистичные сценарии рассмотреть, для того, чтобы к ним как-то можно было подготовиться. Однако, насколько правда ситуация в Украине и ситуация на Ближнем Востоке это сейчас глобальные вызовы такого мирового масштаба, который даже по версии Time входит в первую тройку. Без сомнения. Посмотрите, вот буквально вчера Иран ударил по Пакистану ракетами, обвиняя Пакистан в поддержке белучистанских повстанцев. А у Пакистана на минуточку есть ядерное оружие. Поэтому, без сомнения, все, что происходит по линии Москва-Тегеран, если хотите, или Киев-Ерусалим, как бы две параллельные косые линии, которые разделяют мир на две глобальных зоны, то без сомнения, это, если хотите, если кто-то видел этот фильм про зомби, это вот эта стена, которая держит этих нелюдей, зомби, морлоков, от уничтожения мира. И я думаю, что в конечном счете это дойдет, да, так же, как коалиция, допустим, против Хуситов, она разворачивалась довольно долго, то в конечном счете это все будет понятно, что это война различных стран, но это та же война, та же война, которая сегодня вот эта линия, смотрите, Москва-Тегеран-Северная Корея, это линия зла, которая производит почти все зло в мире. Китай, да, Китай тоже балансирует где-то там, но все-таки он действует более как бы по-китайски, он хочет из всего извлечь свою выгоду. Сегодня Россия это страна банкрот, к себе продана, к Китаю абсолютно, у него нечем, нечем, я бы сказал, скрепить своих людей, нет никакой идеологии, нет никакого демократии, нет никакого продвижения уровня жизни, нет дорог, нет ничего, вот я тоже слежу немножко там, вы понимаете, страна вымирает и вымерзает, поэтому те страны, которые витальные в жизни, которые, я бы сказал, национально направлены, у которых есть своя независимая идеология, в конечном счете должны победить. Спасибо вам за вашу веру, которую вы дарите нашим зрителям, господин Бабот, верим, что и Украина, и Израиль одержат свои победы и в Европе, и на Ближнем Востоке во царице мир, конечно, мы понимаем, что в первую очередь для этого нужно победить те, кто вечно будет дестабилизировать ситуацию и вот заморозка конфликта, как говорит Владимир Зеленский, это такие хищники, которые замороженными продуктами не питаются. Спасибо, спасибо, господин Бабот, подполковник генерального штаба армии обороны Израиля Марк Бабот сегодня к нам присоединялся. Друзья, уверен, вам понравилось, поставьте лайк этой беседе, ну и подпишитесь, Дмитрий Гордон, Алиса Бацман в гостях у Гордона. До новых встреч, господин Бабот, до новых встреч, вам тоже, спасибо большое.